Собирательство в четвертом Ассасине 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 И я провалил стелс и больше никогда его не использовал Потому что игра очень кривая и она тупо не понимает чего ты от нее хочешь У нас тут не принято использовать двойное убийство Еще я пытался использовать окружение, чтобы создавать интересные ситуации Ну и окей Казалось бы довольно просто собирать сундуки И нет тут ничего сложного Но на самом деле это не совсем так Потому что 46 из этих сундуков раскиданы по всей большой карте То есть проблема именно в том, что нужно тратить очень много времени, чтобы добраться до них Потом нужно сундук забрать Для этого спускаешься с корабля Плаваешь до острова Забираешь все, что тебе нужно Потом смотришь на корабль И понимаешь, что он далеко от тебя уплыл Ты до него добираешься И потом повторяешь этот цикл еще 45 раз Ну и конечно пришлось всем этим заниматься Я для вас даже монтажик сделал Чтобы было немного эпично Итак, наиграл 6 часов Бегал очень много И наконец-то вы сможете насладиться плодами моего тяжкого труда Это было мучительно Серьезно Тем более за собирательство сундуков Ты не получаешь ничего, кроме реалов Теперь поговорим про гринд ресурсов В игре нужно очень много вещей для того, чтобы прокачать полностью галку Для этого надо постоянно брать на абордаж корабли И эта рутина очень быстро начинает утомлять Еще очень прикольно в такие моменты Когда ты долго захватываешь большой корабль Потом забираешься на него И происходит что-то в этом роде Плюс еще во время абордажа я заметил, что команда только мешает Я серьезно Просто отойдите в сторонку И вы увидите, что они просто изображают какую-то деятельность Но ничего не делают Если они убьют хотя бы одного врага во время абордажа То это уже будет для них достижением Самое тупое, что они постоянно путаются под ногами И за них герой прерывает свою серию убийств А иногда они даже дамажат Эдварда Чувак, ты не туда воюешь Еще заметил, что если долго брать корабли на абордаж То враги начнут спавниться на твоем корабле Ну и в общем так Чтобы все прокачать, нужно собирать ресурсы несколько часов И это, как вы понимаете Печально Но с другой стороны, в конце у тебя будет золотой корабль И можно будет пройти битвы с легендарными кораблями За это вы опять получите просто деньги Теперь остальное собирательство Герой должен найти 20 бутылок Для меня это всегда казалось странным Я бы не стал их вот так открывать Ну на всякий случай Кто знает, где они были Внутри бутылок есть письма от одного из мудрецов Еще нужно собрать 200 фрагментов анимуса И это невероятно интересно, учитывая то, как работает паркур Вот так, прыгни Прыгни вниз, да, я так и хотел Потом прыгни, да, вниз Потом через это Потом, да, именно так Так, все и задумано Прыгаем, не берем, да, это часть плана И вот так Круто В игре еще есть флот Кенуэ Если отправить корабли на задание То можно получить деньги И еще чертеж для корабля Так что все это делать обязательно Только вот всегда нужно отправлять корабли Если есть максимальный шанс пройти миссию Иначе она провалится И в общем Собирал я все эти вещи И у меня появилась жуткая теория На самом деле Эдвард собирает сундуки Всякие фрагменты и так далее Потому что он все время пьяный И ему нечего делать Чего? Знаю Это вроде звучит глупо Например, вы скажете Почему мы не видим, что Эдвард пьян? Вроде с ним все нормально Но вы не понимаете В этом и весь смысл Мы видим мир глазами Эдварда Смотрите на этот момент Вы Рона, так? Кенуэй Ищете неприятностей, да? Все так же очаровательны А вы пьяные как сапожник Что вам надо? Рона говорит, что Эдвард пьян Хотя мы видим, что с ним все нормально То есть на самом деле Герой все время под градусом Только он считает, что он трезв По сути в анимусе Мы смотрим на него через его собственное восприятие К тому же у него реально проблемы с психикой Мы это можем заметить во время собирательства Мы что-то находим А он думает, что это Ром А ведь это на самом деле не Ром А еще когда он начинает абордаж Он говорит что-то в этом роде Может поэтому его и бьют собственные люди Может они не хотят ни с кем целоваться Задумайтесь над этим Плюс вы же видели, как герой паркорит Он явно не трезв Ему вообще мерещится, что пушки в фартах Стреляют сами с собой Так что вот такая вот фигня Я считаю, что это чистая правда Хотя возможно я просто все это придумал Потому что мне было скучно собирать 100-500 вещей в открытом мире Кстати, еще нужно собирать 16 камней майя Чтобы получить лучший наряд в игре Также нужно собирать шанти Чтобы команда смогла петь песни на корабле Еще в современности нужно взламывать компы И собирать листочки в офисе Абстерго Ну а после этого Довольно прикольное чувство Теперь я пошел проходить другую игру на 100% Честно, собирательство в этой игре было очень нудным Я буквально заставлял себя все это проходить Но в остальном все было более-менее нормально Я удовольствие от игры получил Понравилась вся эта морская романтика Еще нашел отсылку на трилогию Эдсо По крайней мере мне так кажется, что это отсылка Ибо в этих играх торговцы всегда комментировали Когда Эдсо что-то покупал Ну и в четвертом ассасине мне понравились животные Если видел попугая во время миссии Я все бросал, чтобы его покормить Постой Ладно, идем В общем, такой вот и Ассасинс Крит 4 Ну а прежде чем мы закончим Небольшой тизер Да, я прошел Origins на 100% еще один раз Собрал тонну интересного материала И скоро все будет А на сегодня у меня все Если понравилось, то поддержите лайком и подпиской Также заходите в мою группу У нас там Ламбова Ну а пока, до скорого, ребята Я бы не стал их вот так открывать Ну на всякий случай Кто знает где они были Или в ком они были Субтитры сделал DimaTorzok